Всем большой привет и добро пожаловать в мое очередное видео по отчетам. Итак, прошла у нас уже получается третья неделя, капец, третья неделя января месяца. А на самом деле планов я выполнила только наполовину. На 100 клансов вы можете посмотреть в табличке, то есть сколько должно было быть, сколько я сделала в этом месяце, то есть честно говоря реально половина. И то я это делала последние субботы-воскресенья. Из хороших новостей, которые у меня есть на этой неделе, я наконец-то стала грузить на Big Stock. Более того, после загрузки проверять, там есть оно или нет. И у меня уже была даже одна продажа за целых 3 доллара. А выводы, которые я сделала за эту неделю. Итак, вывод номер раз, это то, что действительно, если вы куда-то ходите еще, допустим, я хожу сейчас на курсы языка, то нереально просто сложно совмещать, когда ты приходишь домой, уже там 5 часов вечера, пока покушал, пока то, пока сё, приготовился уже часов 9, в общем, ты садишься чего-то там делать, да, в общем, через час-два уже ложиться спать, утром, да, там, снова ты там просыпаешься, пока покушал, пока то, в общем, реально нету времени, либо ты жертвуешь сном, либо ты жертвуешь, там, готовкой еды, да, то есть чем-то придется все равно жертвовать. И поэтому, когда-то я снимала видео, как мы полностью ушли в интернет, сейчас я понимаю, что это было очень правильное решение, что мы полностью ушли в интернет, скажем так, оставив основную физическую работу. Без этого пункта надо иметь в виду, что будет, я не знаю, в 2-3 раза сложнее, да, в 10 раз сложнее. Второй вывод, который я сделала за эту неделю, заключается в том, что, скажем так, да, вот некая такая философия есть, что прислушайся к своему внутреннему я, то есть не изменяй себе, там, да, вот то, что внутри тебя там говорит, да, прислушивайся. И когда у тебя поднимается какое-то там настроение, да, вот именно тогда садись рисовать, да, или именно тогда садись чего-то делать. В общем, что тебе внутренний голос подсказывает, то и делай. В этой неделе я убедилась на 90%, что внутренний голос, это, знаете, какая-то такая штука, которая, в принципе, нацелена исключительно на удовольствие, на расслабление, там, ну и так далее, да, то есть я все ждала момента, когда мне наконец-то внутренний голос скажет, да, вот сейчас мы это делаем, рисуем, да, мы хотим спать, да, мы хотим там еще чего-то, но мы будем сидеть рисовать. Этого не произошло, то есть и в выходные я себя просто силой воли заставила, да, сесть и порисовать. То есть вот этот вот момент, когда вы, скажем так, воодушевленно, вдохновленно садитесь рисовать, он может действительно так и не наступить. И, скажем так, придется исключительно, скажем так, силой воли, я не знаю, да, то есть просто делать то, что надо делать. Когда-то я рассказывала про привычки, да, привычки рисовать, в общем, хорошие привычки, да, у нас есть хорошие привычки, есть плохие привычки. Я заметила, что у меня стало очень много плохих привычек. Именно лениться, и вот за весь год, который я практически, да, стабильно не работала, у меня образовалась вот именно такая, знаете, зависимость. Вот вдохновение есть, я буду что-то делать, вдохновения нет, я вообще ничего не буду делать. То есть у меня такое отсутствие силы воли, что ли, образовалось. И у меня вот сейчас мне очень тяжело, да, то есть я, грубо говоря, ломаю одну привычку, чтобы установить на это место другую привычку. Дело очень болючее, да, такое некомфортное, то есть мне надо как-то перестроить себя, да, что рисовать не по вдохновению, а именно по графику. В общем, борюсь сама с собой, так хорошо все начиналось, я не знаю, так вроде я две недели справлялась с графиком, третья неделя, конечно же, у меня все полетело. Ну, я надеюсь, что за эту неделю, да, до конца месяца еще есть целая неделя, за эти каникулы мои зимние, а я наверстаю, скажем так, упущенное. А, и еще один такой неприятнейший момент, что я заметила за эту неделю, что у меня очень много времени уходит просто в никуда. То есть просто посидеть, попить чай, там, в общем, посмотреть какой-нибудь сериал, да, посмотреть какое-то видео, я уже, конечно же, не залипала так на три часа, там, да, смотреть какой-то фильм, но у меня все равно вот там 20 минут, 30 минут, то есть на самом деле, если даже вот на 10 минут отвлечься, да, от рисования, то сбивается концентрация, сбивается настрой, и потом, грубо говоря, вы снова как будто с нуля начинаете, то есть пока вник, пока сел, пока вот, не знаю, понял, что надо делать, да, то есть у меня рассеянная концентрация, и мне очень-очень тяжело, грубо говоря, сесть и начать что-то делать. Опять же, это связано с тем, что у меня полдня нету дома, потом прихожу, накопились какие-то дела, делаешь дела, концентрации как бы ноль, и потом садишься рисовать, и у тебя в голове еще там, в общем, крутится параллельно три мысли одновременно. В общем, этот отчет у меня получился какой-то грустный и немного пессимистичный. У меня прям такое ощущение, что я вам прям пожаловалась, выплакалась в жилетку. Да, ну, в общем, так бывает, действительно, не всегда бывает так, что ура, я все планы выполнила и так далее. То есть это нормальная, в общем-то, ситуация рабочая, да. В прошлой неделе было все норм, в этой неделе все не норм. Будем работать, будем стараться и развиваться. В конце концов, это жизнь, и изначально, когда я загоняла себя в какие-то рамки, да, я сразу себя дала понять, что я действительно могу не справиться, у меня могут закончиться силы, нервы, время и так далее. Я могу психануть и все бросить. Но все-таки я буду держаться в рамках, ну, пока смогу. Напишите в комментариях ваши результаты, а еще лучше на 100 кланс, там просто удобнее читать, когда они все вот вместе, да, у кого какие планы, у кого какие цели, кто сколько сделал и кто сколько хотел сделать. И на сегодня это все. Спасибо за внимание и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok